Алло, Игнатий, добрый вечер, вас беспокоит Елена, мы с вами не знакомы, но я вот бывала на ваших сайтах, в блогах, читала, о вас знаю. Вы знаете, Игнатий, можно вам задать один вопрос? А что, у вас гласка нету? Глазок есть. Ну так давайте. Ой, чего-то это. А, вот, включилась, да. Добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, Игнатий, у меня вот такой вопрос. Почему вот в символе веры у нас не сказано, что Христос умер? Вот сказано и страдавший, и погребенно. А что он умер, не сказано. А вот в апостольском символе веры сказано, что умер. Почему убрали? А где вы взяли апостольский символ? В интернете. А когда его составили? Ну, наверное, при апостолах, я думаю. Да нет, это сегодня составили его. А что ближе? Там же по-церковно-славянски. Ну, все равно и страдавший, и погребенно. А почему не сказано, что умерший? То есть, по этому символу веры получается, что его что, живым похоронили? Почему же? Страдавший. А что он на кресте был, это разве не страдание? Ну, он же мог и не умереть на кресте. Его могли и живых взять. На кресте не было, чтобы не умирали. Если прибили, рядом воины, никого не подпускали. Это означает, что он страдал и умер. А почему вот не сказано, что умер? Так уже решили, что слово умер ничего не говорит. А страдал, это означает, перенес страдание за наши грехи. Это более точно отображает. Вот почему. А-а-а. Думаете, по этому, да? Он умер как? В постели умер или где, неизвестно. А это именно страдал, кровь пролил. И страдание на кресте тебя он искупил. Думаете, да? Да и зачем думать-то, когда все сказано? Даже думать не надо. Понятно. Принимай и благодари Бога. Понятно, понятно. У нас много сейчас описания считают, а делают по-своему. А когда открытым текстом написано, идите и проповедуйте Евангелие. Не сказано, сидите в монастыре. А идите и проповедуйте. Ну, досиделись, все разрушено, все секты захватили. А люди, которые могли бы услышать от православных, они ничего не услышали. Да, потому что свидетели Яговы чаще ходят. Ну, да ходят. Учиться надо. Ходят. Они не знают Бога, как себя, а делают правильно. Да. Вот надо смотреть, не злиться, а смотреть хорошее, отовсюду перенимать. Да. Да, понятно. Ладно, хорошо, Игнатий, спасибо вам большое за разъяснение. А вы где живете-то? В Москве. В Москве? Да, да. А вы с кем-то, когда, вы где ходите-то? В храм какой-то? Да, свидетели Ягнатий, но я сейчас инвалид первой группы, а я пока не хожу на дому. Понятно. Мы нынче в Москве были в прошлом году, мы на Благовестии были. Ага. Мы, целая группа наша православная, много проезжали. А вы знаете, где храм Христа Спасителя? Ну да. А вот рядом, прямо через мост на этой стороне, только от него выйдешь и прямо на мост заходишь. Ага. Берсиневка. И что там? И там игуменом отец Кирилл Сахаров. Очень хороший батюшка, мы у него останавливались и там живем. Я там проповедовал в храме. Это все в интернете стоит. Ааа. Так что, если у вас будет возможность, а к храму Христа Спасителя, и только перейдете мост, ну там метров 200, не больше-то, и видно красивые такие куполаты, старинный исторический памятник. Называется храм Николы Чудотворца на Берсиневке. Ааа. Берсиневская набережная. Нет, чтобы пока не добраться. Ну, а может быть, Господь и благословит. Ну, может быть, если со здоровьем получше будет. Вам бы там побыть-то, хороший батюшка. Какие у него люди, у него там какая община, какой порядок. Да. Да, это надо будет вам обязательно. Вы такая община, она одна только такая. У него порядок строгий. И форма одежды, и все соблюдает. Ааа. Да, это в Москве больше нет, он один. Это единственный храм, который ИНН не принял. Ааа. Не просто так это было. А вот, кстати, отец Игнатий, а скажите, пожалуйста, а в чем опасность ИННа? Ведь никто же не заставляет отрекаться от Христа? Правильно. Ну, а это притечи. Это рядом, уже совсем близко подходим-то. Правильно, не печать Антихриста. Вы правильно рассудили. Но в одном уступи, в другом уступи, а потом, глядишь, уже печать-то и прихлопнут. Да? Ну, конечно. Оно все ведет к этому. Это нам кажется, ну, ничего там, давайте, родители гуляют. Ну, маленький вот справляет день рождения. Ну, лимонаду мать налила. Ну, давайте, щекнемся. Щекнулись. Проходит маленько дальше. Да ладно, он водку-то не пьет, пиво купили. А потом смотришь, уже в 16 лет он пьячушка. Ааа. Надо на подходе вылавливать это все. Ну, не всем удалось это. Все приняли, все храмы в Москве приняли. Только один храм его. Он очень такой, он в союзе писателей состоит. Как вы говорите, его зовут? Кирилл. Кирилл Сахар? Как патриарха Кирилла, этот Кирилл. Кирилл Сахаров, да? Да, Сахаров. Ааа, буду знать. Он игумен. Игумен, ааа. Если вы попадете туда и скажите, что вы со мной разговаривали, он вас сразу примет. Ааа, хорошо, хорошо. У него люди, до того они приветливые. У него там своя и столовая, и люди приходят, и всех привещают. И мы у него были в прошлом году, нынче. Я когда у него был, сколько, столько в храмах, всегда проповедовал. Ага. Это все в интернете выставлено. Ааа. А я вот что-то, то самое. У вас какой сайт? Называется сайт, который? Вы по-русски зарядите в Google или в Яндекс. Сайт во свете Библии. Сайт во свете... Библии. По-русски прямо напишите. Во свете Библии Игнатий Лапкин. И вам сразу откроется. У вас зрение-то хорошее или нет? Да, нормальное. Вот. А то там у меня 50 книг моим голосом начитано. И Библия, и Златоуст, и Жития. Этого нигде больше нет. Ааа. Справа там 55 папок. Это 4124 вопроса я отвечаю. Ааа. И о Боге, и о работе, и о католиках, и об евреях. Отдельно папка. Ткни в нее, там одни вопросы. Вопрос ткнул, и ответ пошел. Ааа. Это у нас удивительный просто сайт. А на сайте вверху там написано форум. Слово форум ткнете и на наш форум. Там 1700 тем. Там море форума. Ну, знаете, я форумами пользоваться не умею. А там не надо пользоваться. Просто ткнешь, и тебя занесло, и дальше бери, и смотри, какая тема. В нее ткнул, опять открылась. Там не надо ничего уметь-то. Ну, вы зашли в магазин и сказали, бесплатно берите. Ну, еще только успевать за прилавок. Зайди, руку протяни и в карман. Да. Вот так. А вот на нашем ютубе-то, вы на наш ютуб заходите? Ааа, на ютуб, по-моему, нет. А вот запишите, как искать. Ну-ка, ну-ка, ютуб. Запишите на ютуб канал. Так. Канал называется «Открытым оком». Открытым? Оком. Оком. Оком, глаз, оком. Ну так. И тоже «Восцвете Библии» напишите. Ютуб. Да, Ютуб. «Открытым оком» «Восцвете Библии». Или добавьте «Игнатий Лапкин». По-русски. Ага. Там наших роликов 2200. Представьте сколько. А вы что? Да. Там все. Как мы были в поездке. Как мы были в других странах. Дошли до Португалии. Скандинавию. Как мы были в Турции. В Чечне. Везде мы едем и проповедуем. И в каждой библиотеке я дарю книги. Ага. Это все там вы встретите. Как мы строим деревню православную. Где нельзя ни пить, ни курить, ни материться. Я начальник детского лагеря. Как у нас крещение в полное погружение в озере. Вы это все увидите. Ну да, да, да. Ну вот про ваши лагеря я читала. Я уже сейчас не помню где. Ну вот тоже где-то на ваших каких-то страницах. Потому что... Да, да, да. Потому что вот, по-моему, я на вас вышла через Галину Шинкарюк. Знаете такую? Нет, не знаю. Полтовая. По-моему, через ее контакты. Может быть. Вы у нее там в друзьях вроде. Ну у меня подписка 1200... Сколько там? 1200 примерно. Человек у меня подписка на мой канал. А-а-а. Ага. У меня столько человек подписано. Так он же не один. Он кому-то сказал. Кому-то открыл. Там все. Наши как собрания идут. Как благовестия идет. Как занятия идут. Все открыто. Вы только зайдете и там... Ну, 2200 роликов. Это не игрушка. А-а. То есть можно ознакомиться, да? Да все там открыто. Все. И там отклики какие. У нас о нашем деле, что мы делаем. Сняты государственные фильмы. Там же есть. Один фильм занял первое место на международном киноконкурсе. О, а это как называется фильм? Пречувствие. Так и запишите. Пречувствие. Так, фильм. Сейчас запишу. Фильм. Пречувствие. Так, фильм. Пречувствие. 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 Это красноярский филиал Свердловской киностудии. Можно даже записать. А второй фильм называется «Златоуст из Потеряевки». Он занял первое место в России. Златоуст из Потеряевки, да? Да. Златоуст из Потеряевки. Это мы деревню Потеряевку устроим. А Златоуст это меня так прозвали. А, да? Вас прозвали Златоустом? Ну, да. Здорово. Мы этот фильм поставили. Там бы вы видите. Это международный киноконкурс. Это не просто так. Да. Там еще четыре фильма. Там еще один есть фильм стоит. Второе крещение Руси. Там же он вечно. Понятно. А скажите, вот, Игнатий, вот говорят, не принимать ИНН, не принимать УЭК, а ведь вроде как антихриста-то еще нет же в мире, потому что говорят, что когда придет антихрист, то построят мечеть, вернее, снесут мечеть Амара и построят храм Соломона в Иерусалиме. И там он типа вас сядет. А вас как звать-то? Лена. Вот Лена. У вас правильное рассуждение. Совершенно правильно. Вот это СОЭК, это не печать. Его еще нету. И действительно, Третий Иерусалимский храм в Иерусалиме, где он сядет, как Бог, выдавая себя за Бога. Да, да, да. Это абсолютно правильно. Но если вы примете, греха никакого нет в этом. Но просто себя испытайте. Сколько можешь, продержись. Ну, приняли, ничего нет. Это не печать антихриста. Ну да, да. Потому что не может быть печати до антихриста. Абсолютно правильно. О, молодец. А то другие не понимают, людей пугают и начинают. Об этом хорошо сказал и патриарх Кирилл. Об этом Осипов говорит, Смирнов, что это не печать. Но некоторые Бога не знают. Они просто, что придет на ум, то и говорят. Надо знать хорошо Святую Библию, Святых Отцов, Каноны. Православие это самое богатое на Земле. Церковь, у ней все есть. Потому что святые отцы, представьте себе, толкование Иоанна Златоуста. А взять баптистов, у них нет толкования. Это хорошие люди. Но они же возникли намного позже, там, в 17 веке. Видите как? И у них ничего этого нет. И они между собой разница. От них отделились адвентисты, от адвентистов и яговисты. Этому конца нет. А православная церковь, она от апостолов. А то вот ко мне заходили как-то свидетели Иеговы и говорят, что вот, мол, кто проповедует Евангелие? Кто? Ни православная церковь, никто, кроме типа нас. А как мы проповедуем? Мы пришли от Дальнего Востока, от Владивостока, от Находки, до Атлантического океана, до Португалии. Но они к тому говорят, что мы по домам не ходим, что православные по домам не ходят. Мы как раз по домам и идем, мы в каждый дом заходим, людей зовем. Сейчас патриарх Кирилл об этом говорит. Они не все знают. Ну да, мало. Мало, надо учить этому. Ну а что вы ходите-то, скажи? Вы Христа за Бога не признаете, Божью Матерь не посчитаете. Да, да, да. Их даже еретиками нельзя назвать, потому что у них нет веры в то, что Христос есть Бог истинный, Святую Троицу не признают, у человека нет души. Они вроде как признают, что Христос Сын Божий, но при этом Богом его не считают. Богом. Они считают, что Архангел Михаил превратился в это. У них заблуждения страшные. Так ведь в Писании же ясно сказано, кому Бог сказал, ты сын мой, я ныне родил тебя. Так естественно, что Христос сказал. Ну да. Ни что-то они, конечно, заносят их. Ну а как же Фома говорит, Господь мой и Бог мой. Да, да, вот я им сказала. Апостол Павел как говорит, родился, говорит, Сын Божий, сущий над всем Бог. Сущий над всем Бог. Он Бог. Это где, где сказано? О, Емопея. Я вам могу все места назвать даже? Римлянам 9.5 Давайте я сейчас вам открою, где это сказано. Вот именно это, где сущий над... Сейчас вы берите ручку, сейчас мы запишем это. Да, 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 сейчас. Надо мне сейчас вот сюда вот записать. Подожди-ка, троица. Я плохо смотрю, Володенька, посмотри. ПРСС, троица, вот здесь. Телефон. Вот она, да, да, да. Давай, Елена, записывай. Да, пишу. По порядку, сейчас запишем. Подожди-ка. Первое Тимофея 3.16. Первое Тимофея 3.16. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Чего непонятно? Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и вознесен во славе. Бог явился во плоти. Да, да, да. Принятый бы через Деву Марию. Дальше. Он был явлен, этот Бог, в лице Иисуса из Назарета. Вот по порядку запишем. Иоанна 1.18. Евангелие от Иоанна 1.18. Иоанна 1.18. Да. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий вне древочим, он явил. Он Бога явил. Он явил. Он, Иисус. А кого явил? Сущего Иегову. И в этом есть сущий над всем Бог. Римлянам 9.5. Римлянам 9.5. Их и отцы. 9.5. 9.5. И от них Христос по плоти, сущий над всем Бог. А, вот это Римлянам 9.5, да? Да, сущий. Благословенного веки. 1.18. Игнатий, а скажите, пожалуйста, вот иеговисты говорят, что нет бессмертия души. Сейчас давайте запишем. 1 Иоанна 5.20. 1 Иоанна 5.20. 5.20. Знаем так же, Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Допознаем Бога истинного. И да будем в истинном Сыне во Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог. И жизнь вечная. Это 1 Иоанна 5.20, да? Да, говорит, Бог явился в Сыне Иисусе Христе, а этот Иисус Христос есть истинный Бог. Что тут непонятно-то? Тут открытым текстом сказано. Да. Вот так и понимали слушатели, которые окружали Иисуса, что Он Бог. Иоанна 5.18. Иоанна 5.18. 1 Иоанна или просто? Нет, нет, Евангелие. Евангелие. А. Евангелие от Иоанна. 5.18. 5.18. И еще более искали убить Его Иудея за то, что Он не только нарушал Субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая себя равным Богу. Что тут непонятно-то? Делая себя равным Богу. Иудеи так и поняли? Ну да, они Его, собственно, за это и распяли. Дальше. Филиппийцам 2.6. Филиппийцам 2.6. Он, будучи образом Божиим, не посчитал хищением быть равным Богу. То есть это не ворованный Он, а Бог, Он равен Богу. Вот и все. 1 Иоанна 5.7. 1 Иоанна 5.7. 2 Ибо 3 свидетельствует на небе. 3 по пальцам давай, загибай. Отец. Отец. Слово. Ага. И Святой Дух. И сии 3. Суть едина. А у них это не сходится. Они взяли Библию православную отбросили, а свою книжку написали и говорят, это всемирный перевод. А, перевод. Они лжецы. Вот эта Библия наша, она и у католиков, она у баптистов. Наш перевод православный, синодальный. Синодальный, ага. Он у старообрядцев. Он был на революции, и сейчас его выпускают. 3 свидетельствуют на небе. Ну, 3 и 2, это же разница. Ну, вот, а я им говорила, а как же Иисус говорил, что я и отец одно? Они говорят, а это, мол, как в семье. Вот муж с женой говорят, что они одно, но они же разные. Ну, хорошо, хорошо. Ну, здесь написано 3. Ну, да. Ну, 3. 3 как? 3 мы сделаем 2? Ну, да. Даже самый глупый офицер умеет считать, говорит, 1, 2, 3. Левый, левый. Левый, правый, да. Ну, вот, мы доказали это, по слову Божию. Второе, они говорят, у человека нет бессмертной души. Да, да, вот с этим так. И они приходят ведь из Библии, что действительно, умерший ничего не понимает, ничего не слышит. Но они не только бессмертные, они не верят, что у человека есть душа вообще. Ну, да, они говорят, что это, типа, вообще, человек это и есть душа. Ну, да, у человека есть душа. Вот умер, и нигде никого нет, так? Ну, да, да, они говорят все так, что мертвые ничего не знают, но это и в Библии так написано. Там так не написано, не лгут это. Мертвый не знает в могиле. А мы давай по Библии посмотрим. Смотри. Ну-ка. Ну давай, записывай. Откровение, 6 глава, 9 стих. Откровение? Да, 6 глава, 9 стих. 6 глава, 9 стих. Вы только не путайте. Там мы говорили, что Иисус есть Бог. Да, да. Это написано, и когда он снял пятую печать, он с большой буквы, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. То есть они были убиты, теперь души их под жертвенником, и эти души возопили громким голосом, говоря, да коли владыка святый истинный не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. То есть они знают, что еще не отомщены. Они не думают. Думают, они видят. И даны были каждому из них белые одежды. И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, братья их, которые будут убиты, как и они, дополняют число. То есть убитые разговаривают. Кто разговаривает? Это написано души убиенных. Это что? Что тут непонятно? Тут толковать еще не надо. Ну да, ну да. Души убиенных. Ну, так есть у человека душа вечная или нет? Да я-то знаю, что есть. Я вот говорю, как им доказать? Ну, а вот я и доказываю вам. Ну да. Вот так. Давайте мы сейчас дальше посмотрим. Вот слово Божие нам подскажет как. Состигшем совершенства. А... Давайте, вы записывайте. Сейчас это... Елена, запиши, пожалуйста. Да. Евреям 12.23. Евреям 12.23. А вот мы когда просчитаем это, вы потом, если они на вас натолкнутся, вы им скажите. А ну давайте, просчитаем. Ну-ка. Но вы приступили к горе Сиону, Павел говорит, и к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму. И это нам говорит Писание, и приступили мы к отьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных в небесах, и к судьи всех Богу. Как приступили? Молитвы. Ну как, Боже, к Богу-то приступить-то? Ну да, да. И к духам праведников, достигших совершенства. Вот мы приступаем. Как говорим? Пресвятая госпожа Богородица, моли Бога о нас. Иоанн Креститель, моли Бога о нас. Мы приступаем, а у них никого там нету. Мы приступили к духам праведников, не к праведникам, а к духам праведников в Родительном падеже. Они достигли совершенства, то есть они на небе, они святые. Куда яснее-то? Тут нельзя по-другому. Ну, теперь дальше пишите. Пишу. Ну вот вам сегодня Господь привел вас к нам-то в гости. Да, да, да. Евангелие от Матфея, 25 глава, 46 стих. Матфей, какая глава? 25. 25 глава, стих? 46. 46. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Куда пойдут, когда умерут? Это ясно, что о душах речь идет. Кто, если нету муки вечной, а кто мучится-то будет? Тут написано, пойдут сии в муку вечную. Еще непонятно тут. Они, главное, жизнь вечную признают в слово, а это вычеркивают, у них там нет этого. Они мошенники. Они искажают слово Божие полностью. И пойдут сии, то есть грешники в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. А, кстати, вот, Игнатий, вот такой вопрос. А ведь наказание за грех – смерть, так? А почему же тогда еще и муки вечные? И так уже человек смертен. Так за что же его еще в муки вечные бросать? А вот нам рассуждать-то и не надо уже. Потому что есть две смерти и два воскресения. Это Бог так устроил. Это все отображено в Святой Библии. Ну, давайте рассудим. Адам в раю. И Господь сказал, от дерева этого, познания добра и зла, не вкушай. В день, в который вкусишь, смертью умрешь. В день. Не сказал, что потом, через 900 лет, а в день. А он вкусил и не умер. А почему? Да потому что духовно умер. Духовно. Иван, в Лухе, 15 глава, когда блудный сын ушел из дома и вернулся, отец говорит, сын мой был мертвый, а жил. Как мертвый? Да как? Ну, мертвый. Вот к Ефесянам 2,5 написано, и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил. Мы мертвы по преступлениям. Умерли в грехе. И от этого требуется воскреснуть. Первая смерть духовная и первое воскресение духовное. Блаженный свят, имеющий участие в первом воскресении. Когда человек уверовал во Христа, принял Христа, он из мертвых восстает, он делается живым. Возмездие за грех смерть и смерть всему миру. А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, это вы привели Римлянам, 6 глава, 23 стих. А-а-а. Вот так. Ну, все равно как-то я не это... Не поняли, да? Да, не поняла. Потому что человек умирает. А что я не поняла, не понятно. И понятно вот что. Человек умирает, как бы, вследствие греха, да? Вследствие того, что у нас греховное там... Умер, значит, отступил от Бога. Умер, отступил от Бога. Нет, нет, я имею в виду, если умер физически. А физически это смерть вторая, возмездие за грех. Если умирает все, это означает все... Ну, а то же тогда еще и адские муки вечные. Ну, а умер-то по телу только. Он душой-то согрешал-то. Сколько? Господь это сказал. И пойдут все и в муку вечную. Я сейчас прочитал. Иначе мы давай ревизировать Евангелие. Муку вечную. Сейчас я вам прочитал? 46 стих. Ну, да, да, да. Ну, и все. Ну, отвечать-то больше нам и нечего. Надо только принять. А принять, значит, это... Ну, вечно, значит, вечно. День и ночь. Подожди, как это у меня. Две буквы сейчас. Сейчас я вам еще прочитаю. Вот, смотрите. Вот, запишем. Откровение. Напишите. Откровение. 20 глава, 10 стих. 20 глава, 10 стих. Записала. От дьявол, прищавший их, вершин в озеро Огненное и Стерное, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков. А там ни дня, ни ночи не будет. Мы давайте к словам привязываться. Это все применительно к тому, какое у нас есть понятие. Мы же вот говорим, восход солнца тогда-то. Хотя солнце не восходит, а земля поворачивается. Ну, да, да, да. Ну, а сегодня в календаре пишет восход солнца. Получается, будто бы солнце движется, а не земля. К этому нельзя привязывать. Это применительно к нашим понятиям, Господь и говорит. И будут мучиться день и ночь, то есть бесконечно. А зачем им мучиться-то? Убил, да и смерть. Нам не надо рассуждать. Это Бог так назначил. В это вечное мучение мусульмане верят, евреи верят. Это общепринятое. Это все верят в это. А то как-то странно. Грешил, скажем, там 70 лет, а страдать вечно. Ну, а как это правильно, Рази? Адам согрешил, а в нем все умирают. Я это не делал, никакого дерева не видел. Написано, в Адаме все умирают. Ну, да. А во Христе все живут. Значит, что я уверовал во Христа, что за меня он умер, это мы принимаем. А что Адам умертвел на всех, это нам не нравится, я не буду. Это, знаешь, психология таракана. Он говорит, когда крошки на столе, люблю. А когда хозяйка льет кипяток, не люблю я ее за это. Это точно. Понятно. Откровение 20 глава в конце там тоже стоит. Да. Там все везде написано слово вечное, мучение. Дух идет к Богу. А они и крестьяство-то не знают. Говорят, прах идет в землю, а Дух идет к Богу, который дал его. Душа называется то Духом, то Душою. И когда Иосифу сказали, этому Иакову, что Иосиф растерзан зверем, он говорит, с печалью сойду в преисподнюю к сыну моему. А они не верят, что ад есть. Почему? Потому что дьявол их обольстил. Они антихристы. Эти свидетели, которые называют... Это не свидетели, это лжесвидетели от имени Иегова. А, кстати, я вот не понимаю, почему они так привязались к этому имени Иегова? Есть же имена Саваок. Тоже сказано, что это имя. Почему? Потому что секта, это узость взгляда на истину. Вот субботники. Они прочитали, чти субботу, все, субботники. А мы знаем, что Иегова у нас в Библии 8 раз написано. А где не переведено, около 7 тысяч раз. И мы это знаем из Саваов. А они уже нет, только за одно слово. Почему? Потому что сектанты, у них узость взгляда. Усколобость. Он берет одно слово, все на этом остановился. Вот, допустим, баптисты говорят, а мы только во взрослом состоянии. Неправда. Вначале они детей крестили. Баптизм, погружение. Да, да, да. Ославных как? Крестился сам и дом его. Что, все бездетные были? Ребенок обрезан в восьмидневном возрасте. А обрезание указывало на крещение. Поэтому мы детей крестим. Это прямое указание. Они же не понимают. Они сектанты узко смотрят. Они считают, допустим, исход. 20 глава. И написано, не делай никакого изображения. Ага. Вот. Они это взяли. А в 25 главе написано, сделай изображение херувимов. Это они уже не считают. Дальше 20 главе они уже не надо им. Это они не признают. Я говорю, скажите, Христос приходил в храм. Вы согласны? Конечно, согласны. А как храм называется? Соломонов. Я говорю, как же Соломонов? А 4 книга царств, 25 глава говорит, что храм Соломона был разрушен. Новохудоносор изломал Медное море. Они сразу задумываются, а какой это храм? Я говорю, Зарвавелев. Откуда известно? Из Икииля, 41 глава, 17 стих. И написано, в храме были изображения от пола до потолка, внутри и снаружи. А слово изображение по-гречески икон. Иконы. И когда Христос пришел в храм, весь храм был в иконах. И он говорит, дом мой, дома молитва нарещется. Он не сказал, что это идольское капище. А вы его сделали вертепом разбойников, делами своими. Дом мой. И Христос говорит, кто клянется храмом, клянется и живущим в нем с большой буквы. Кто? Бог. Это узор взгляда сектантская. Да. А православие, это широта, охват, все, все берет. И толкование, и они, сектанты не понимают, что без священника спасения нет. Они любого выдвигают, и он будет священником. У него рукоположения-то нет до апостолов, у него благодати-то нет. А у нас идут епископы по порядку, патриархи, а у них никого этого нет. Они хорошие люди, да, они замечательные, работают хорошо, не пьют, не курят, Библию любят. Но рукоположения нет, и они не церковь. И мы должны это сказать им. Потому что из них люди обращаются. Я вот миссионером, 53 года работаю, тружусь. И сколько баптистов у меня пришло. Хорошие батюшки православные получаются из них. А-а-а. Да. Адвентисты обращаются. А яговисты? Яговистов у меня не было. Не было, но все равно приходят они. Вот там в Москве работает Олег Стеняев, батюшка. Да, слышала про него. Он с Библией проповедует. И у него были там случаи какие-то. У меня просто не приходилось с ними встречаться так. Были, встретились там, разошлись. Они Библию совсем не знают. И поэтому они эту Библию православную отвергли, написали какую-то книжку и говорят, это Библия, новый всемирный перевод. Они обманщики. Так что лишний раз с ними не разговаривай, а то твою душу-то не свернут. Будешь в аду кипеть тогда? Не-не-не-не, я православная на мозгу костей. Ну все, молодец. Я вот сколько с ними даже разговариваю и все больше убеждаюсь в истинности именно православия. Конечно. Да. У нас святые отцы. Мы имеем толкование. У нас соборы вселенские, поместные. У нас богатство неизреченное. А у них этого ничего нет. Да главное, что у нас священники есть. А Иоанн Златоуз говорит, без этих священных рук нет отпущения к смертным грехов. Священник говорит, властью, данной мне от Бога, я разрешаю. Почему? Христос сказал, кому простить и тому проститься. Это церковь Христова. И сврата она не одолеет ее. Евангелие от Матфея 16-18. Они говорят, церковь пала, и поэтому мы новое образовали. Да Христос один раз церковь образовал. Это невеста его. Они обманывают людей. Они в ад их толкают. Да. Мы-то тоже хороши, когда у нас и пьют, и курят, и аборты делают. Идут, убивают друг друга, воюют православное с православными. Нам надо по Библии учить это, правильно поступать. А то мы православное называемся, а на нас смотреть страшно. Да. Это точно. Господь пришел к Израилю, говорит, к погибшим овцам Израиля. Это его и богоизбранный народ. А оказалось, что никого и нету, погибшие овцы. Пришел, говорит, своим, свои не приняли. Не узнали его. Вот это православные такие же. Они тупые православные, не ученые. Вот только одно, прискозульки разные собирают, там идут. Живого Бога-то не знают. Вот им надо рассказывать, к чему патриарх Кирилл призывает сейчас. Чтобы везде были миссионеры православные. Ну, вряд ли что будет. Священники засушили свою пасту. Народ Бога-то не знает совсем. Да. А вы инвалид-то по какой отрасли? У меня это самое, проблема со спиной и с ногами. А вы не ходите? Ну, практически, да. Только еле-еле по квартире переезжает. А что случилось? Когда молоденькая была или что? Ну да, повредила спину, вот грыжа у меня. У меня тоже. Я на стройке всю жизнь работал. У меня три грыжи на позвоночнике. Одну вырезали, а с двумя хожу. И как вы? Бывают приступы? Я голубей держу. Я то на голубятни, то обратно. А мне 76-й год. Я на велосипеде гоняю, не догонишь. Вы 39-го года? Да, 10-го июня. Ага. А у меня отец 38-го. О, постарше был. Постарше на год, да. Надо жить красиво, интересно, даже в болезни, даже здоровье. Я вот переписываюсь и разговариваю. Сергей Козлов, Своронежа. Он парализованный. Сейчас тело не шевелится. 12 лет на вытяжку лежит. Ой. И все абсолютно делает. Рисует иконы какие. В интернете на первом месте стоит. Он сегодня рассказывал о болезни своей, как у него там внутри, там у него уже полностью перерублен позвоночник. Вот. А что? Вот. Ужасно. Я не могу слушать. У меня прям внутри все болит. Герой веры. Он все делает абсолютно сам. И рисует, и в интернете работает. Он у меня просто помощник ведет все. Бог нас свел с ним. Ага. А заряди просто иконописец парализованный Сергей Козлов. И тебя туда выйдет к нему. Напиши. Иконописец. Иконописец. Парализованный. Писец. Сергей Козлов. Иконописец. Сергей Козлов. Да, он в Воронеже. И ты на него выйдешь. Он очень интересный, грамотный. Он один за несколько человек работает. Лежа на спине. Ой. Тридцать лет он поврежден был так. У него семь позвонков дребезги разлетелись. Ой-ой-ой. И все перерезали. Сколько он операций бедной выдержал. Вот я вам говорю. Так что ты еще ходишь маленько? Благодари Бога. Ой, я благодарю каждый день. Ну вот. Каждый день. За все спасибо. Слава Богу. Вот видите, как мы хорошо с вами поговорили-то. Да. Я очень довольна. А скажите, как вы на меня вышли-то? Как вы могли так зайти ко мне-то? Это надо пароль знать? Нет, никакого пароля. Просто как-то на каком-то из сайтов, что ли, был ваш этот скайп. Да. Я вам отправила свои данные. Видимо, вы меня щелкнули, приняли. Ну, я не знаю. Но если бывает так праздное любопытство, то фамилия-то как у вас? Баранова. Ну вот Баранова. Это ты в следующий раз, когда придешь, я тебя сейчас с другом сделаю. Когда у тебя будет много вопросов, ты не заходи, только ты сейчас рановато. Вот сколько сейчас у вас в Москве-то, наверное... Одиннадцать. Восемь часов. Одиннадцать. Так, подожди, у нас... Восемь часов. Восемь часов у нас. Восемь. А у нас... Вот у нас одиннадцать. Ты так на три часа раньше приходи. На три часа раньше? Да, тебе пометь. Это недели, допустим, две пройдет. У тебя, может, подруги есть кто-то. Подойдите, вопросы запишите. А может, батюшка знакомый пригласите. У меня брат, он протеирея. Тридцать пять лет протеиреем. Отец Аким. Его звать Иоаким. Знаешь, такое имя. Слышала? Да, Иоаким, да. У Богородицы Девы Марии отец был Иоаким. Иоаким, да. Она по паспорту была Мария Акимовна. Ха-ха-ха, да. Вот так. Хорошо, Игнатий. Ладно, не буду отнимать ваше время. Еще, еще. Спасибо вам большое. Это у нас ролик будет. Ты сама себя увидишь. Да? Интернет поставим обязательно. Ты у нас круглая такая, как луна на весь экран. Ха-ха-ха, да, хорошо. Хорошо, отец Игнатий. Всего доброго. До свидания. До свидания с Богом. Ты поняла меня? Да, поняла. То есть, если будут вопросы, нечасто приходи. Допустим, раз в месяц и с кем-то обязательно бумагу вопроса запиши. А эгоистам этим скажи, вы обманщики. Вот написано, что он Бог истинный. Да, 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 да. Обязательно скажу. У человека бессмертная душа, а у них нет ни причастия, ничего нету. Они антихристы. Запомни, они антихристы. Да, точно. Ну, с Богом. Ну, с Богом. Всего доброго. Выключайся. До свидания.